Нет, нет, нет. Они... Пушкин был жив-здоров, не закончил. Лев Толстой был жив-здоров, не закончил. Он планировал его тянуть, тянуть до декабристов. Он что-то там, да, я не знаю точно. Вот. К чему я это все, к чему я задал этот вопрос? По моим представлениям, одноэтажная Америка тоже не закончена. Мне здесь стоять? Нет, формально она закончена, там есть точка, есть последняя глава, проход отходит от Нью-Йоркского причала. То есть формально она закончена. Но чисто стилистически есть ощущение скомканности. Ушло, ушел настрой. Книга такая хроникальная, сухая, и очень много раздражения уже такого проскальзывает. Ну, тому, видимо, несколько причин. Сейчас поговорим. И на самом деле, та тайна, которую я вам обещал, это был человек, который формально, очень условно или символически заканчивал за них одноэтажную Америку. Может, догадайтесь. Ну, хорошо. Пару, пару тайн расскажу, все рассказывать не буду, потому что времени мало. Ну, вот, и всего не расскажешь. Значит, одна из таких очень загадочных историй, о которых нет информации, не сможете вы ее найти, только домыслы, не очень понятно, что это было. Это история строительства советского киногорода, советского Голливуда. Дело в том, что Эльф и Петров вообще довольно тесно связаны с советским кино. А начинали они работу в кино с интертитров, вот эти тексты в немом кино, это интертитры, к известному вам фильму «Праздник святого Юргена». Вот они сочиняли вот эти, это их начало, про Тазановский фильм. Они написали три сценария, три сценария написали и остались еще недовольны авторским воплощением. И самая большая беда произошла с кинофильмом «Цирк», вот тем самым знаменитый. Сценарий написан Эльфом и Петровым. История его такова. Был так называемый глава Госкино, тогда он назывался как-то длинная аббревиатура. Его звали Борис Шумяцкий, такой старый большевик, который в годы гражданской возглавлял правительство Сибири и Дальнего Востока, такой проверенный. Его бросили на подъем советского кино, совершенно анемичного. И он оказался неплохим хозяйственником, потому что в кино очень многое связано с технической базой. Это не только творчество. И вот это он сделал. В общем, многими его достижениями советское кино или российское питается до сих пор, например. Это он вышел с идеи Московского международного кинофестиваля, он создал Союзмультфильм, киностудии, он основал вот это высшее... Я все время путаю в ГИК или ГИТИС, вот это я путаю в ГИК, да, вот это его заслуга тоже, да. Вот, и так далее. При этом был совершенно такой чиновник, коммунистический, просталинский, жесткий. Был на ножах с Эйзенштейном. И Эйзенштейн настолько его ненавидел, что повесил его портрет в домашнем туалете. Вот, а, значит, был момент, он его заставил уничтожить фильм «Бежен лук» из Эйзенштейновский. А потом сохранились некоторые воспоминания, режиссеры, люди такие, которые пишут. А вот об этой части есть некоторые. Но Шумятский с делегацией тоже, видите, это время делегации. Вот делегация Микояна, да, мы говорили. Была потом делегация Шумятского, по-моему, в тот же год, что Ильф и Петров. Кстати говоря, забыл вам интересный факт, вот задумайтесь, рассказать про Микояна, чтобы закончить эту тему. При Микояне появляется докторская колбаса, да. Какая была формулировка, для чего эта колбаса? Для лиц, претерпевших лишения от царского деспотизма. Вот, это докторская колбаса, да. Вот это интересно, да. Аналог Болонии, да. А он привез вот эти конвейеры консервированного горошка, майонеза, который в СССР назвали Провансаль. Это американский майонез из Чикаго. И рецепт игристого вина из Калифорнии. И вот, если вы задумаетесь, очень известный советский ритуал начинался с ингредиентов Микояна. Майонез, зеленый горошек, вареная колбаса, советское шампанское. Понимаете? Вот вам книга. Я вам еще раз говорю, эта книга не только травелок, это литературный памятник, рассказывающий о многих интересных вещах подзабытых или как бы открывающих глаза на некоторые вещи. И вот киноинтрига, которая называется «Под куполом цирка», потому что так называлась пьеса Ильфа и Петрова, которая шла в московском мюзик-холле. Вот эту пьесу взяли за основу вот этого знаменитого фильма «Цирк». Александров был помощником из Эйнштейна. Он очень много трюков привез. Я сейчас не помню эти имена, но он взял очень много и от Диснея, и от Чаплина, и был такой Бигсби, известный хореограф. Вот эти все, Потемкинская лестница с кардебалетом, вот это все. Это американская. Она что, горький? Он, кстати, сказал, да, это американизм. Но это наш советский американизм. Такое замечание. И, значит, настоятельно посоветовали. А Александров к этому времени уже дебютировал и стал звездой с фильмом «Веселые ребята». И вот вторая его работа с Любовью Орловой. Это кинофильм «Цирк». Очень много, естественно, взятых сценарий Ильфа и Петрова. Они довольно долго, они 9 раз переписывали сценарий, и из него выкидывали некоторые такие опасные шутки. Например, помните, когда, я не помню имя этого героя, когда он там запутался перед тем, как попасть в клетку со львами. Помните, был такой букет с букетом. Вот он говорил, я не помню, где право, где лево. Ему сказали направо, налево, направо. Он говорит, прямо не понимаю, где право, где лево. Какой-то диалектический материализм. Вот такие шутки, естественно, выкидывались. Вот, а Александров добавлял очень много советского. Такого пафосного, вот это именно, вот это. Вот он принес нам этот мир и парадов, и песен. Довольно, вот, если мы не обратили внимание, Борис Фогель, он только что ушел. Темы из Дунаевского он играл, я его попросил, из этих фильмов. Вот это такой парадокс, веселые, задорные фильмы на фоне большого террора. Вот как это совместить? Вот, и потом Ильф и Петров уехали в Америку. Диалоги дописывал Бабель для кинофильма «Цирк». Когда приехали Ильф и Петров, обратно им показали рабочую версию комедии «Цирк». Они пришли в ужас, потому что это была уже советская агитка, где, если вы помните, американская эксплуатируемая женщина, всячески унижаемая, убегает к советскому счастью. В сценарии этого не было у Ильфа и Петрова. Многого другого. Вот они написали письмо на киностудию «Мосфильм» с требованием снять их имена. То есть они лишились в итоге Сталинской премии первой степени, потому что за этот фильм потом присудили. Такая была их киношная судьба. Но начинается интрига в Голливуде. Шумятский, о котором я упоминал, нарком кинематографии, привозит великолепную идею, и Сталин ею загорелся. Строительство советского Голливуда. Его называли «Красный Холливуд». Через «ХА» – «Холливуд». Красный так и писали в газетах. Появляется много новых модных слов. Например, слово «продуссер». Вот. Советские чахлые совершенно вот эти кинокомбинаты, их переименовали в кинофабрики. Вот. Многое другое предполагалось. Сталин попросил план. План был составлен. Это огромная смета. Работали наркоматы, финансы подсчитывали. Искали место для советского Голливуда и нашли. Было официально объявлено, что место нашли было несколько, три варианта рассматривалось. Южных, естественно. Нужно было постоянное солнце, хороший климат, ну и многое другое. Вот. В итоге остановились на Форосе в Южном Крыму. Вот там должен был возникнуть огромный советский киногород. И Шумятский грозился утереть нос Америки за пять лет. С 36 по 40 год. Советский Союз должен был выпускать порядка 400, а то и больше, фильмов в год. А даже в лучшие советские времена выпускали 60-70 фильмов. Ну, такая была. Такая была мечта. Это вот времена гигантских проектов. И Беломорканал, и Дом Советов планировался. Сталина были такие вот идеи на тот момент. Причем тут Ильф и Петров. Есть такая версия. Это можно верить, можно не верить. Значит, они участвовали в этой интриге, и они написали письмо Сталину, в котором отговаривали его от идеи киногорода, и приводили свои. Считается, что за этой интригой стояла борьба Берии и Орджоникидзе. Берия очень не хотел получить киногород на своей территории в Грузии. Вот, Орджоникидзе очень хотел. И вот эта подковерная интрига косвенно прошла по этим писателям. Вот это одна из этих тайн. Одно время писатели планировали создать сатирический роман, как создавался этот киногород. Это только идеи осталось. И многое другое. Вот это то, что касается... Кстати, кто изображен на скульптуре Веры Мухиной, рабочей колхозницы? Ну, думайте, вспоминайте образ. Это Орлова и Столяров. Любовь Орлова и Столяров. Столяров этот вот, герой-любовник, ну, советский. Что? Ну, она и Серпова. С чем она там, с Серпом? Ну, да, по фактуре это Орлова и Мухина брала с них. Значит, ну, про этот фильм долго рассказывать можно там. Вы примерно все знаете. Видели этот фильм, там все эти коллизии. Вот. Значит, в какой-то момент, тоже мы не знаем причин, что происходило. Сталин к этой идее охладил. Где-то летом 36-го года существует, значит, Шумятский всегда вел записи. У него есть его дневник, он остался. И вот в один из... Вообще вот эти все вот эти шумные дела, это все не про политическое руководство. Все политические проблемы решались в тишине, в том числе и кинопроблемы. Во время вот сталинских просмотров этих знаменитых ночных. И вот там он к нему ездил. Шумятский где-то три раза в неделю с новыми фильмами, со старыми. И Шумятский спрашивает в какой-то момент, а что это там у нас Ильф и Петров, значит, пропагандируют работу в павильонах, а не на солнечном свете. Потому что Ильф и Петров стояли за работу в студиях, а не на открытом воздухе. Ну, на что Шумятский записал свой ответ, что это брехня, что там какие-то намеки на каких-то людей, которые с ними работали, что-то такое. В общем, непонятно. Ну, Сталин кивнул, так головой сказал, видимо, так, брехуны. Вот. И, может быть, это их и спасло, потому что он их не считал опасными людьми. Вот такими брехуны, вот несерьезные люди. Ну, то есть, мы можем только спекулировать, тронули бы их потом или нет. Вот. И, но вот эта идея Шумятского, который горел этой идеей, написал книгу, этот город начали строить, начали расчищать площадки для первых там сооружений. В городе должно было жить 20 тысяч человек примерно. Главные улицы должны были быть сделаны как декорации всех столиц мира, чтобы снимать кино. Должна была быть выстроена Красная площадь в натуральную величину, но чтобы не перегораживать каждый раз во время съемок в Москве. Вот. Ну, в общем, вот такие вот, такие вот были. И вдруг, просто буквально на ровном месте, проект закрыт, проект объявлен вредительским, Шумятский был арестован и расстрелян. А вместе с ним пошли под нож директора моста фильма. Главный режиссер Александрова, кстати, Владимир Нильсон, который, в общем, благодаря... Это очень... Это человек не только, который камера была, это человек, который снимал. Вот, ну, он умел, он работал на Западе, он работал в Голливуде, там у него это очень интересная отдельная судьба. Никогда Александров, просто он убирал эти имена из титров фильма, и уже в советские годы, уже прибрежные, уже ничего бы ему не сделали, и уже он орденоносец и седовласый, и заслуженный, и легендарный. Никогда он их не упоминал. Просто люди исчезали из его жизни. Те люди, с которыми он работал, которые ему приносили славу. Вот это одна из историй, отчасти связанных, потому что Ильф и Петров пишут о Голливуде. Вот это письмо Сталину о Голливуде. И Сталин буркнул еще одно интересное. Вразу он... Видели что-то из окна вагона и ничего не поняли. Вот как-то так он сказал. Хотя он знал, что они на машине едут. Я долго думал, что это за окно вагона. Нашел. Перефраз Маяковского. Америку я видел из окна вагона. Вот. Не знаю, совпало это или... Вот. Значит, а... Еще раз. Это книга части путеводителя. Это не только политика или там... То есть это о городах, о Лос-Анджелесе, о Новом Орлеане. О Новом Орлеане, Теннесси Вильямс, вот эти его, вот эти все аллюзии, как это все происходило. Ну, вы знаете, это, по-моему, это было продано. Наполеон продал Луизиану американцам. И долгое время в одном из отелей Нового Орлеана хранилась аутентичная, в кавычках, мраморная ванна, в которой якобы Наполеон, лежа в которой, он любил в ванне думать, принял решение о продаже. Такой трюк, типичные дети лейтенанта Шмидт. Вот один из таких вот этих. Ну и так далее. Понимаете, я не рассказываю книгу, книга немножко про другой. Вот. Ну и последняя тайна, чтобы вас уже сильно не грузить. Знаете, я вставил главу, которая вообще не относится к Ильфу Петрову. Это проамериканский пригород. Конечно, в их времена Сабарба не было. Мне показалось, это нужно рассказать, потому что у них есть два таких визионерских пассажа. Они как бы видели, как это может развиваться. Ну прочтете. И вот что сейчас Сабарб мы все знаем. Какое он явление оказывает на жизнь Америки. Что это такое? Какая литература выросла в Сабарбе? Естественно, кинематографы очень много о Сабарбе. И многое другое. Я эту главу назвал «Прото-город». Что такое Сабарб? Саб-орбан. Прото-город. То есть не дорозившийся до города, но это отдельный такой вот. Ну и значит последняя такая из тайны этой книги это кто же был этот мистер Адамс, который с ними путешествует. Такой веселый толстяк, с которым они познакомились в Нью-Йорке, который их довольно сносно говорит по-русски и по-английски. И такой он играет роль такого что-то среднее между Пиквиком и Санчо Пансой. Такой вот. Который все время что-то забывает. То очки, то шляпу. Шляпа отдельно путешествует по этой книге. То есть шляпу он забыл тут, переслали ее не туда, а это целая такая отдельная сюжетная линия путешествия шляпы во след хозяину. мистер Адамс. О нем очень мало информации. Есть такой канадский архивист Дэвид Ивенс, который собирал долго эту информацию. Ее тоже не очень много других книг нет. Пока нет. Поэтому о каких-то вещах догадываешься или так понимаешь, что к чему. Он из черта оседлости очень талантливый выбился. Семья была культурная, говорили не наидиша, а на немецком. Он знал бегло три языка. Немецкий, русский и потом английский. Был очень ценным специалистом. Работал. Он потом эмигри. Он занимался здесь. Сначала пускал травмой в Петербурге при царе. И, видимо, посещал социал-демократические кружки. У него была невеста Александра. И он 9 января 1905 года был в толпе рабочих в кровавое воскресенье. И у Нарских ворот как раз эту толпу празднично одетых людей с иконами и так далее встретили солдатские залпы. На снегу осталась лежать его невеста Александра. Потом он в честь Александра назовет дочку. У него осталась дочь. вторая от другой жены. Значит, у него две жены были. Значит, он посидел немножко в царской тюрьме. Потом American Electric, вот это вот, General Electric, вот эта компания из Киннектеде, она уже его взяла на работу. они его быстренько убрали из России. Он работал в Киннектеде. Видимо, он был знаком с Троцким и Бухарином. Он жил в Нью-Йорке в те же годы. Он был левый, откровенно левый, занимался политической какой-то работой такой. Вот. И испытывал огромные симпатии к своей родине, к России. И очень хотел ей помочь. И он вернулся в Россию в 17-м году, когда было временное правительство. И работал на двух господ. Он параллельно заказы выполнял, значит, для General Electric. И ездил по стране. Он общался с совершенно разными людьми. То есть там много чего было, видимо. И нам остается только догадываться. Затем он вновь переезжал в Советскую Россию. Он непосредственно участвовал в плане ГОЭЛ-РО. Он электрифицировал эту страну. В числе многих других американцев. Его функция была, он налаживал турбины на Днепрогессе. Вот. 30-й год. Днепрогесс. Вот это его вершина, его техническая карьера. В этот же год он сидит на политическом процессе промпартии в колонном зале. Это бывшее дворянское собрание. Колонный зал Дома Союза. Один из первых сталинских спектаклей. Непонятно. Верил он тому, что происходит. Там же тоже все признавались. В вредительстве, в шпионаже. Вот. А как он познаком, в 35-м году, он американец, он потом вернул. А, он еще работал в Германии. Все это описано с юмором у Эльфа и Петрова. Так забавно. Ну вот, такой смешной чудак. Потом он работал в Америке. И в 35-м году он знакомится в Нью-Йорке. Сам ли? Или познакомили с Эльфом и Петровым. И вот он соглашается с женой, имя которой в книге Беккин. Это не ее имя. Ну, хотя бы есть имя. У мистера Адамса имени нет. Что интересно. И они там вполне себе персонажи такие самостоятельные. То есть на них многое завязано, как полагается, литературному произведению. То есть то он дорогу теряет, то он в аварию попал, то он прошел сквозь витрину магазина, отделавшись порезанным пальцем. С грохотом писать в витрину. Ничего. Ну вот одна царапина на пальце. Вот. Такой вот смешной чудак. Но есть другая жизнь этого человека, которой мало известно. Ну, например, совершенно точно, что он выполнял негласные поручения разных правительств. Он работал на ГАЗДЕП одно время. У него были, ну, например, представьте себе, во время Второй мировой войны он был экономическим советником Чанг Кайши. Вот. Когда Чанг Кайши проиграл, он покинул Китай, он работал экономическим советником первого премьер-министра Индии, НЕРУ. Вот такой смешной толстяк, который теряет дорогу, забывает шляпу, вот, и так далее. Говорит по-русски совершенно свободно. То, что касается этой книги. В этой книге ему, какая его роль литературная? Он, вот некоторые вещи, которые не очень политически корректно говорить, писать от лица советских авторов, вкладываются в уста вот этого чудака. Ну, вот он там, где говорит, там смешно говорит, я вам хочу сказать, джентльмены, запишите в своей книжечке, что Америка страна высокого уровня развития, вам не надо бояться пить воду из крана, там, или там, может быть, еда невкусная, но вас точно не отравят. Там, вот такие вот вещи. Это говорит, как бы, человек, не авторский голос, а это вот говорит этот американец, вот у него такая литературная роль. Вот. Что еще можно про него сказать? Ну, главный вопрос подвергался ли он вербовке со стороны НКВД? Нет. Вся информация в московских архивах под грифом совершенно секретна. Мы это и не знаем. Был ли он завербован, или, как многие американцы, левые добровольно сотрудничали с советской властью, налаживали на какие-то там турбины, приезжали, или просто симпатизировали, были левые. Это была левая волна. Он даже не был коммунистом, видимо, он был таким вот, как бы, таким технократом с левыми убеждениями. Вот это его, вот так он вошел в эту книгу. После, значит, смерти Ильфа Петров один раз с ним увиделся в Москве в 1937 году, тот ему подарил книгу Петров с надписью «Троном с благодарностью за помощь». Точка, больше ничего. То есть такая осторожная. А это уже, это весна 1937 года, это процессы политические. И Дэвид Ивенс, историк, пишет, что трон был совершенно убит, вот эта вся его идея рассыпалась, левая. Он был совершенно убит этими политическими процессами, этой жутью, вот этой вот. Вот, ну вот, как бы, такой человек. Как я понимаю, без него бы эта книга не состоялась. То есть он совершенно точно третий соавтор книги. Потому что они их везут, они им переводят, и они в их головы вложили очень много интересных тем. Очень много записано авторского текста, видимо, со слов. То есть именно благодаря этому человеку появилась одноэтажная Америка. Вот, насколько я это понимаю. Вот, а еще раз, при полном отсутствии материала. Видите, какая книга интересная оказалась. Да. Ну и последнее, а значит, что бы я сегодня хотел сказать, вы не задали ни одного вопроса. Вот, значит, знаете, я тут цитату нашел, вот я ее не использовал. Так думал, надо связать, может, с современностью. Сейчас же тоже вот главный вопрос, если вопросы культуры брать, как будет культура жить, русская культура в условиях диктатуры? Пожалуйста. Вроде бы, казалось бы, уже никогда это не, уже не будем это обсуждать. Да, это уже будет ретроспектива. Как будет сниматься кино, там, какие-то научные исследования проводить. Один пример. Законодательно запрещено сравнение нацистской Германии и Советского Союза. Это законодательно. Вот мне сейчас бы подошел бы уже к концу моего выступления милиционер с протоколом. Потому что закон. Подождите, а как их не сравнить? Блин, для начала они одного времени. Сравнивать можно и апельсины с картошкой, в конце концов. Если речь идет о научной дискуссии, почему нельзя сравнивать? А стилистически сколько общего? А сколько они друг у друга брали? А договор о дружбе они, в конце концов, подписали? Что значит нельзя сравнивать? Ну, только один маленький пример. Вот, пожалуйста, каково было им писать эту книженцию про развитую Америку, про их достижения, про многое другое? Попробуйте, вот как говорили про Микояна. Пройдет между струйками. Вот, и я вот, тут вот цитата Аксенова, я ее там привожу. Взгляните, говорит один из персонажей романа Василия Аксенова в поисках грустного Бэби. «Раньше я жил в городе Ворошиловграде, в Ленинском районе, на улице Дзержинского. Какая безнадежность. А сейчас взгляните, я живу на земле Мэри, Мэрилин, у Серебряного ручья, на улице Сад Рос. Какие паруса? Да, интересно, она там приводится, тоже, я люблю цитаты с парами давать. Вот, еще раз, книга «Скомканный финал». Что произошло? Потом уже, когда случилась трагедия, Петров начал писать книгу, тоже ее не закончил, она называется «Мой друг» Ильф, он ее бросил. Видимо, много причин. Ну, во-первых, у него был творческий кризис, он не мог один писать. Он почти ничего не написал, один. Киносценарий есть. Во-вторых, а о ком писать? Нарбота, их друга и первого издателя расстреляли, поэтом Нарбота, который первый опублик. Мандельштам, их первый рецензент, сгидал в лагере. Вот эти все их киношные друзья, практически все репрессированы. Про Шумятского заседание. Это вот это, на фоне этих песен, на фоне этой веселой, чечетки Любови Орловой, судебное постановление, Шумятский, и перечисляются дальше руководители Госкино, разбили колбу ртутного выпрямителя в зале, где сидел товарищ Сталин с целью его отравить. Смотрите, это же не одна Голливуд, Голливуд ругают, там дешевые поделки. А это? Это хуже, чем любая дешевая поделка. Но за это расстрел, смерть и кино. Смерть и кино, на фоне веселых ребят, цирка, Волги, Волги. Вот так вот. Это, вот это, это как бы, это на... Сейчас, поэтому я и говорю, сейчас, ну что вот мы это читаем? Это советская агитка, вот эта книга, типа она... Советская какая-то агитка. Это попытка впервые рассказать советскому читателю, что есть такая страна с хорошими дорогами, с хорошими машинами, с едой. Они видели президента, они аккуратно написали. Они были на встрече, еженедельная встреча президента с журналистами. Писали эти, об этом написано. Вы много знаете встреч Сталина с журналистами? Еженедельных или ежемесячных? Там он появлялся два-три раза в год. Это же жрец верховный. Вот это все, вот это все об этой книге. И поэтому, и да, и вот у них состоялся разговор на кладбище в Новом Орлеане. Ильф подошел и сказал, мне уже давно очень плохо, у меня болит грудь, я все время кашляю. Он кашлянул и показал платок с кровью Петрову. У него открылся туберкулез в Америке. То есть это еще один фактор. Помимо вот этого идеологического пресса, он уже реально плохо себя чувствовал. Мало того, что писать нельзя было так, нам нужно было тот... Он уже действительно плохо себя чувствовал. Они очень быстро написали книгу за лето 36-го года. И ее издали сначала в журнальном варианте, а потом уже в 37-м году в виде книги. Кто там чего писал, много споров. Говорят, они написали по 20 глав отдельно. Они уже почти не встречались. И 7 глав вместе успели. И обговорили общий план, и каждый писал свои главы. Туберкулез тогда не лечили, вы знаете, он очень быстро скончался. Вот такая судьба у этого человека. Каждый из них прожил 39 лет. Представляете, 39 лет. Сколько сделали? Ильф скончался, ему было 39. Петров был фронтовым корреспондентом и погиб при авиааварии. И летом 42-го года он летел из осажденного Севастополя. Самолет потерпел аварию. Погибли пилот-штурман. И там было 12 пассажиров, которые, ну там переломы были, но не живы остались. Погиб только один. Петров. У него был перелом височной кости. Все. Оба прожили 39 лет. Что они сделали? Как они изменили русский язык? Классика инакомыслия. Вот это веселое зубоскальство. Это же коды были наши. Мы же этим обменивались, если человек вот это говорит. Это же колоссальный культурный пласт вот этих двух молодых людей. Конечно, мы не знаем. Мы можем только спекулировать, чтобы они еще создали или не создали. Потому что это последнее значительное довоенное произведение русской литературы. Все. Все появится потом. Вот все те вещи, которые мы потом прочли во время перестройки. Это не говоря уже о писателях-эмигрантах. Там Бунин, Алданов, Набуков. Есть у меня глава, там сравнение Набуковского травелога и Эльфа-Петровского. Там какие-то общие вещи. Ну и так далее. Вот так по главам мы шли, примерно придерживаясь канвы их путешествий. Естественно, параллельно рассказывая об Америке. И, наконец, интересный вопрос. Да, поэтому я считаю, что книга, конечно, в чем-то она не закончена. Но был человек, который, на мой взгляд, это моя теория, который ее заканчивал. Сейчас скажу, это будет последнее. Помните выражение Эльфа крайне пуганных идиотов? Ну, кто так написать мог? И это в записных книжках, которые 30 лет ждали. Бесцензурные публикации. Совершенно отдельный литературный документ. И вот там фраза «Умирать будем под музыку Дунаевского и слова Лебедева кумачу». Помните, Любовь Орлова, она марширует по финальной сцене цирка с флагами по Красной площади, одетой в белое. Что ее спрашивают? Теперь понимаешь? Теперь понимаю, отвечает она. На этом заканчивается фильм «Цирк» со всем его вот этим советским мощным, таким очень мощным пафосом. Вот. Трон, его судьба. Трон по-прежнему оставался левым, но пафос поубавился. Он, видимо, считается, что он, наверное, был сторонником теории конвергенции, как академик Сахаров. Что две системы рано или поздно как-то конвергив. Что-то вроде этого. Но по убеждениям он был левым. Произошло вот что. Значит, после войны президент Рузвельт еще за месяц до своей смерти успел его назначить. Он был очень полезным человеком. Технический специалист, полиглот, все такое. Он его назначил в комиссию по репарациям на Патт-Дамской конференции. Потому что он принимал участие в Патт-Дамской конференции. Параллельно госдеп на него шил дело по своим каналам. За ним следила ЦРУ, Гувер. А, ФБ, ФБР. Гувер. На него, чему я его не видел, но там написано, что досье было очень такое многолетнее, толстое. За ним был негласный надзор. Но ничего такого, чтобы его прихватить. Других прихватывали. Пока не могли. Но и рано или поздно должна была наступить кульминация, когда маятник качнулся сильно вправо. В Америке, значит, начали преследовать, во времена маккартизма начали преследовать левых. А преследовали их очень жестко. И эти времена были в Америке. Нечего стесняться, надо об этом говорить. Приведу один факт. Вот эта знаменитая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности Палаты представителей США. Вот такое название. Это жуткая вещь. Это инквизиция. Это была, ну, называли ее просто комиссией, да. Людей тягали. Людей застали. Есть очень много мемуаров потом. Людей заставляли выдавать друзей. Им угрожали. И не только угрожали. Десять режиссеров и сценаристов Голливуда получили тюремные сроки за отказ свидетельствовать перед этой комиссией. Понимаете, это было непросто. Ну, вот так, знаете, такая политическая компания, там кто-то левый, кто-то правый. Нет. Левых выгоняли с волчьим билетом. Они не могли работать нигде. Ни в Голливуде, нигде. Моральные очень серьезные проблемы. Этого считали предателем. Это все коснулось трона. И кульминацией его судьбы было осуждение супругов Розенберга. Он их знал. Бруклинский инженер-электрик. Как же он, как его звали? Юниус Розенберг и жена его Этель. Тоже из семей. Я вообще очень много там привожу, как Голливуд. Голливуд же, в общем, основали люди, говорящие на идиш. Это был рабочий язык Голливуда поначалу. Или эти тоже были из Российской империи выходцы, как и Трон, и вот эти Розенберги. Родители их. И тоже вопрос, были ли они шпионы. Что-то они там, конечно, передали. Но, как говорят, это совершенно не то. Их просто использовали вот как, ну, в назидание другим. То есть отправить на электрический стол за шпионаж. Ну, там специалисты смеются над их рисунками, которые, детские рисунки считаются. Тем не менее, этих людей казнили. И вот тогда Трон принимает решение покинуть Соединенные Штаты. Он с дочкой Сашей. Она описана как бэйби вот это вот в этой книжке. Это бэйби, без имени. Это вот это Саша. Трон, Александра. Они переезжают в предместе Лондона. И он уже там живет до конца своих дней. Его лишили американского гражданства. Он был, он жил человеком без гражданства потом. Но, как бы, избежал репрессий, видимо. Еще раз. Загадочная биография, таинственная. Что там за ним было. Работал ли он на советскую разведку. Или просто был сочувствующим Советским. Очень любил Маяковского. Говорят, у них в квартире в Лондоне рисунки Маяковского на стенах. Вот. Никогда, никакие попытки вывести. На интервью вдову трона и дочку. Я не знаю, она жива сейчас или нет, дочка. Ну, уже не жива, да? Ну, вот. Нет. Категорический отказ от всех интервью по совершенно непонятным причинам. Вот вам словоохотливый сангвиник в этой книге. Легко заводящий знакомство. Все такое. И никто. Потом пытались снять фильм документальный. Никто из его родни. Ничего про своего там дядю или двоюрного. Ничего рассказать не мог. О его деятельности. И Марк Поповский был такой в эмиграции, нью-йоркский известный писатель. Ему удалось взять маленькое интервью в 1984 году. Оно опубликовано, по-моему, в журнале «Грани». С ней, она, оказывается, знали, звали ее Флоренс Вагнер. Это ее имя. Флоренс Вагнер. Она не миссис Адамс, конечно. Она ничего не рассказывала. Она сразу начала высказывать левые идеи. Никакие вопросы наводящие, ничего не пробивала. Толком она критиковала новую русскую эмиграцию. Можете почитать это интервью. Ну, практически. Я взял там три строки из него. А, они там написали, что никакой шляпы не было. Это все выдумка писателя. Они вообще-то много новыдумывали. Ну, такой был тон этого интервью. Больше обиженный, чем. И, наконец, Владимир Познер, пользуясь своими связями, он через какую-то свою родню нашел выход на тогда еще жившую вдову Флорен. Она была уже очень преклонных летах. Разговор не сложился. Он такой опытный журналюга. Он даже не смог ничего вставить из этого интервью. Ни в фильм, ни в книжку. Нет. Стена. Ничего. Ничего так и не. Так ушла из жизни. Ничего не рассказывал. Вот такая история. Дочка там тоже ее пытались. Она толком ничего не рассказывает. Вот такая история Соломана Трона. Но все-таки был в его жизни поступок. Было много поступков самых разных. Он был советником Бен-Гуриона в Израиле. В Израиле его допрашивали, а американца вызвали, допрашивали в Тель-Авиве. Сказали, что он за свое убеждение пойдет на электрический стул. Электрический стул у нас впервые описан в одной из глав. На одноэтажной Америке. И мистер Трон с большим удовольствием посидел добровольцем на этом стуле. И там это смешно. Интересно, что он думал потом, когда читал сообщения о казни Розенбергов в этой же тюрьме. Синг-синг под Нью-Йорком. Понимаете? Там очень многое переплетается. Вот. Так что я вам все рассказал. И тот эпизод, о котором, знаете, бывает, каждый человек из нас, у каждого есть свой эпизод, который, ну вот, за него мне будет не стыдно, там, там, или вот, простят меня за все это, а вот за это вот. В сороковом году, кстати, он предсказал Вторую мировую войну с точностью до года. Он говорил, что она будет в сороковом году. В этой книге тоже это есть. То есть до года, с точностью до года он предсказывал, будет Вторая мировая война. И в этом сороковом году, кстати, военном уже, зимой, в январе, он с дипломатическим паспортом Госдепа США едет в оккупированную Европу, и они придумали схему спасения европейских евреев. Трон дает визы, выдает визы Доминиканской республики. Там был этот диктатор Трухиле, говорят, большой гад, в принципе, этот Трухиле диктатор, там убивал политических братьев. И вот он согласился на еврейские поселения, то есть была достигнута договоренность, и выдавались визы до Доминиканской республики, нейтральные. С этими визами евреи пересекали нейтральные границы Швейцарии и Португалии, и дальше уже перебирались в Новый Свет. Подсчитано, что он спас более двухсот семей польских, чешских, австрийских евреев. Известно, что... Причем вернулся таким же бодряком, как он, так очень жизнерадостно. Это уже он в летах был, ему было... Он родился в 1872 году в Елгаве, Латвии сейчас. А вот он, как будто ничего и не было, провел... Его миссия закончилась, когда Германия напала на Францию, тогда они вынуждены были уехать. И... А жена, это молодая женщина, огромная разница в возрасте, там, 30 с чем-то лет, она вернулась с Седой из этой поездки. Вот был и такой эпизод в его жизни. Так что, все. Я, наверное, на этом... А, кто же заканчивал книгу? Да. Вот этот их добрый ангел, соавтор 12 стульев, Валентин Катаев, конечно, уже значительно позже посетил Америку. И написал... С ним вообще другая история, с ним вообще произошла метаморфоза. Такой советский писатель, сталинский лауреат, герой социалистического труда. А это, а в прошлом, Деникинский офицер, Георгиевский кавалер. На склоне лет... Что произошло? Какая метаморфоза? Невероятно. Правда? Это все признают. Все литературы... Я не литературовед. Они признают... Он начал писать блестящую, первоклассную, может быть, самую лучшую русскую прозу 20-го, там, Бунинского. Набоковского. Вот три, наверное, таких именей. Блистательный, благоуханный русский язык. И он начал писать. Уже написан Вертер, да? Трава забвения. Святой колодец. Да, волшебный рокоберон. Вот люди, вот у нас. Какие мы молодцы. Да, что это? Он не боялся. Вот эта повесть, уже написан Вертер, разбирался на полюберон. Потому что он там такое про чекистов написал. Вот. И вот этот свой стиль, он его называл мавизмом. Никакого соцреализма. Все. Он писал абсолютно о несоветских людях, о несоветских чувствах. Он писал об иммигрантах и так далее. Это с чего начинается? Это начинается с повести Святой колодец. 65-й год. И это он приезжает в Америку. И почитайте и сравните два текста. Он явно, он не называет нигде имена. Он потом назовет шифрованный мемуар. Помните, алмазный мой венец? Там он скажет о них, о своих друзьях и младшим братьям. А там нет. Там про другое. Но там стилистика Эльфа и Петрова. Там некоторые темы Эльфа и Петрова поднимаются. Там вот этот юмор. Вот это вот. И в этой повести там звучит фраза, вдумайтесь, страшное дело. «И с тех пор я полюбил Америку». Представляете, 65-й год. Там Хрущев ракеты на Кубу возит и так далее. Сами все знаете. «И с тех пор я полюбил Америку». Почему отц этой вещи? Может совпадение, может быть что-то у него внутреннее. Разные вещи. Но похоже, я не думаю, что это была такая идея. Он в каком-то смысле дописал вот эту одноэтажную Америку. И для себя при этом открыл совершенно другой период. Я там пишу, это мои слова. Может быть нужно было осознать. Он пишет об американском пригороде. Он впервые увидел так называемый умный дом, о котором мы только недавно узнали. Вот этот умный дом с его такими вот. Когда можно там голосом регулировать температуру, там, или просыпаться. Я просыпался вместе с комнатой, там. Значит, вот это какие-то такие вещи. И многое, многое другое. Вот. Ну вот поэтому моя такая теория, что вот в чем-то, в чем-то он, не забывая о своих друзьях молодости, он как бы вот где-то, видимо, он поставил последнюю точку в этой книге. Все. Спасибо. Спасибо. Да. Да. Спасибо.